Варианты причесок на наращенные волосы, которые легко сделать в домашних условиях. Испокон веков красивые длинные волосы считались главным показателем женской красоты. Поэтому русские красавицы отращивали себе шевелюру, заплетали ее в косы, украшали цветами. В наше время, чтобы выглядеть модно, не обязательно иметь натуральные длинные волосы, ведь в любую минуту, обратившись к стилисту, можно их нарастить с целью создания красивой торжественной укладки на важное событие. В этой статье мы расскажем о самых красивых прическах, которые вы сможете сделать сами в домашних условиях на наращенные волосы. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Особенности причесок из наращенных волос наращенные волосы внешне практически ничем не отличаются от натуральных. Однако уход за ними должен быть особенным, чтобы сохранить их красоту и аккуратный вид на длительное время. Рекомендуем учитывать несколько нюансов. Не начесывайте наращенные кудри, в процессе мытья головы запрокидывайте ее назад. Чтобы волосы не спутались с прикрепленными прядями, используйте косметические средства по уходу за наращенными локонами. Это могут быть ополаскиватели, маски, разные гели и бальзамы. Сушить неродные кудри феном можно только в холодном режиме. Не пытайтесь самостоятельно окрашивать это неравость прикрепленные пряди. Да и верьте это дело профессионалам, иначе получится неутешительный результат. Прически с наращенными волосами должны выглядеть естественно. Добиться этого можно, скрывая места, где пряди крепятся к родным локонам. Если хотите создать прически на наращенные волосы, В домашних условиях самостоятельно не используйте тяжелые украшения, они стянут прикрепленные пряди и испортят внешний вид укладки. Рекомендуем прочесть, как ухаживать за наращенными волосами. Средства и приборы, которые можно использовать при укладке, создавая прически с наращенными волосами, можно использовать косметические. Средства пеньку, лак, гель, но только если они не содержат в себе химических элементов, которые могут нанести вред шевелюре. Что касается инструментов и специальных парикмахерских приспособлений, которые можно использовать в ходе создания прически для наращенных волос, то к этому списку относятся к шпильке, невидимке, заколке, диадеме, фен, утюжок. Зная необходимые нюансы, можете создавать изысканные шедевры парикмахерского искусства на своей голове. О самых красивых и простых вариантах мы подробно расскажем далее. Описание причесок Представленные нами прически можно делать на торжественные мероприятия, во вседневной жизни, собираясь на работу, прогулку и романтическое свидание. Апостров закрывающая круглая скобка, точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Боковой колосок В процессе плетения бокового колоска необходимо придерживаться такой последовательности действий. Сначала хорошо расчешите кудри, они не должны спадать на одну сторону. Выберите любой край, сплетите обычную французскую косу. Придерживайтесь мелкого плетения, чаще чередуя эти тонкие прядки между собой, чтобы они смотрелись аккуратнее. Заплетите косу по всей длине кудрей, хотя допустимо оставите небольшой хвостик. Оставшиеся незаплетенные локоны подкрутите на плойку. Прикрепите любое украшение. Водопад любительницам распущенных волос подойдет укладка «Водопад». Она очень нежная, романтичная, отлично будет смотреться на вечернем мероприятии. Как ее сделать? Хорошо расчешите волосы, сделайте аккуратный пробор сбоку. У основания получивший гася пробора возьмите три небольших тонких пряди и сплетите косу, делая нахлест сначала справа, а затем слева. Правые прядки не вплетаются в косу, они остаются свободными. В итоге получится объемная французская коса, из которой выходят свободные кудри. Их рекомендуется подкрутить при помощи плоки, разогретой до минимальной температуры. Французская складка – отличный вариант укладки для деловой девушки, работающей в офисе. Для создания французской складки необходимо разделить волосы на пробор, он должен получиться косым. Одну сторону пробора заверните в ракушку, закалите ее невидимками с внутренней стороны. Вторую сторону она будет менее объемной и пышной, сверните таким же образом, а затем подкалите к первой ракушке. Макушку начешите, приколите ее кончики, внутрь ракушки заколками. Украсть переднюю часть головы ободком, зафиксируйте получившуюся французскую складку любым косметическим приспособлением. Пышный пучок Девушкам нравится прическа пучок, ведь это удобно, практично и в то же время очень элегантно. Как сделать пышный пучок из наращенных кудрей? Отделите над лбом широкую прядь и хорошо расчешите ее. Затем приподнимите ее, формируя небольшой кокс, двиньте вперед и зафиксируйте тонкой заколкой. Из оставшейся части локонов на макушке соберите тугой высокий хвост и сформируйте из него жгут, уложив по центральной части головы. Сбрызните получившийся пучок фиксатором и украстье красивыми шпильками. Каскад из локонов Если ваша шевелюра вьется от природы, то вам подойдет такая волнистая укладка. Чтобы ее сделать необходимо разделить шевелюру на три пряди. Каждую из них нужно закрепить резинками, чтобы волосинки из них не выпадали. Но крутить с помощью плойки их концы. Боковые кудри следует заколоть невидимками так, чтобы на макушке образовался объем. Низкая ракушка Этот вариант укладки можно делать каждый день. Хорошо расчешите шевелюру. Выпрямите их утюжком, нагретым до минимальной температуры. Сделайте на затылке хвостик. Сверните получившийся хвост в кольцо вокруг пальца. Основание хвоста закрепите небольшой резиночкой. Снизу закрепите прическу невидимками и сбрызните получившуюся ракушку фиксатором. Укладка со жгутами Очень стильно смотрится прическа, сделанная из жгутов. Отделите на голове в области лба широкую треугольную прядь. Ее нужно разделить на две одинаковые части. Начните скручивать одну из них влево по часовой стрелке, постепенно присоединяя к ней более тонкие прядки свисков. То же самое повторите с правой частью отделенных волос. На затылке соедините оба жгута в ручок, скрепите его заколкой или резинкой, а затем сбрызните лаком. Не забывайте о коррекции наращенных волос. Что это такое о чистоте проведения, читайте на нашем сайте. Пучок из кос Пучок из кос Очень модная прическа, которую можно делать девушкам в любом возрасте. Чтобы она получилась, нужно разделить шевелюру на три части. Из каждой необходимо сплести колоски. Соединить на затылке или на макушке три косы в один пучок. Упросить его декоративными шпильками, лентами или цветами. Не бойтесь экспериментировать над своими образами. Меняйтесь, создавайте новые привлекательные укладки, применяйте свою фантазию и творческое воображение, даже если природа обделила вас густой и красивой шевелюрой. Не стесняйтесь наращивать локоны, желая выглядеть эффектно. Помните, что аккуратная прическа – это оправа естественной женской красоты. Тонкости наращивания волос и дальнейшего ухода за ними вы можете узнать из следующих статей, сколько держатся наращенные волосы, чем отличается горячее наращивание волос от холодного, что выбрать, какой способ наращивания волос выбрать. Мужчинам выбор натуральных волос для наращивания, какие лучше последствия наращивания волос, портятся ли волосы. Полезные видео прическа с накладными прядями, локоны. Особенности причесок из наращенных волос. Наращенные волосы внешне практически ничем не отличаются от натуральных, однако уход за ними должен быть особенным, чтобы сохранить их красоту и аккуратный вид на длительное время. Рекомендуем учитывать несколько нюансов. Не начесывайте наращенные кудри, в процессе мытья головы запрокидывайте ее назад. Чтобы волосы не спутались с прикрепленными прядями, используйте косметические средства по уходу за наращенными локонами. Это могут быть ополаскиватели, маски, разные гели и бальзамы. Сушить неродные кудри феном можно только в холодном режиме. Не пытайтесь самостоятельно окрашивать это неравость прикрепленные пряди. Да и верьте это дело профессионалам, иначе получится неутешительный результат. Прически с наращенными волосами должны выглядеть естественно. Добиться этого можно, скрывая места, где пряди крепятся к родным локонам. Если хотите создать прически на наращенные волосы, в домашних условиях самостоятельно не используйте тяжелые украшения. Они стянут прикрепленные пряди и испортят внешний вид укладки. Рекомендуем прочесть, как ухаживать за наращенными волосами. Средства и приборы, которые можно использовать при укладке. Создавая прически с наращенными волосами, можно использовать косметические средства, пеньку, лак, гель, но только если они не содержат в себе химических элементов, которые могут нанести вред шевелюре. Что касается инструментов и специальных парикмахерских приспособлений, которые можно использовать в ходе создания прически для наращенных волос, то к этому списку относятся к шпильке, невидимке, заколке, диадеме, фен, утюжок, зная. Необходимые нюансы. Можете создавать изысканные шедевры парикмахерского искусства на своей голове. О самых красивых и простых вариантах мы подробно расскажем далее. Описание причесок. Представленные нами прически можно делать на торжественные мероприятия, во вседневной жизни, собираясь на работу, прогулку и романтическое свидание. Полезное видео прическа для наращенных волос. Прическа с накладными прядями и локоны.